Здравствуйте, меня зовут Александр Шветов, я дьякон Украинской Греко-католической Церкви. До августа 23-го года я служил в Украинской Греко-католической общине в Москве. Я не стеснялся говорить в проповедях об агрессивной войне, развязанной преступным режимом Путина. По-видимому, на меня стали писать доносы, на службу стала приходить государственная безопасность. В какой-то момент, когда число доносов превысило критическую массу и за мной заинтересовался Следственный комитет, пришлось уехать. И вот с августа 23-го года я нахожусь в Ереване, посещаю здесь католические службы, в свободное время работаю учителем, в школе, репетитором. Вот, так и живу. Значит, формально украинской церкви в России нет. Даже украинские священники и дьяконы, попадая на территорию России, они окажутся в юрисдикции местного латинского католического епископа Владыки Иосифа Верта, у которого кафедра находится в Новосибирске. Соответственно, та община, в которой служил я, она именно украиноязычна. То есть это были службы на украинском языке для украинцев. Хотя формально числится в Российской Греко-католической церкви. В это общине отношение понятно какое. Мне достаточно сказать, что община существенно в 2-3 раза уменьшилась после начала ползного штаба вторжения. Мужчины практически все уехали защищать свою родину. Вот. А женщины остались, ну тоже кто-то эмигрировал. Но есть люди с украинским менталитетом, но с российским гражданством. Потому что формально они родились в России, получить украинское гражданство они не могут. В то же время, среди российских католиков есть полнейшие отмороженные зет. С некоторыми из них я знаком лично. Как такое может быть, не знаю. Для меня это загадка великая. Скажите, давление на церковь со стороны государства ощущается? Ну, мне на моем уровне не приходилось этого ощущать. Кроме того, что на службу пришло представители ФСБ. И как-то после этого как раз стало понятно, что мне надо или молчать и не говорить, что я думаю. Или, соответственно, уезжать. Но мне очень трудно молчать о творящемся зле. Ну вот поэтому в какой-то момент пришлось уехать. Скажите, в целом, есть ли, как бы, может быть, по другим конфессиям представители духовенства в России, которые принимают какое-то активное участие в протестах или пытаются хоть как-то заявить о своей позиции? Такие священники честные, конечно, есть. Как правило, они уже не находятся в Московской патриархии. Их выдавили оттуда. Кому-то пришлось эмигрировать. Несомненно, на них оказывается давление со стороны российского преступного режима. Но если говорить о церкви католической, то значительная часть священников является иностранцами. Соответственно, в любой момент, за любое неосторожное слово люди могут быть высланы из России. Поэтому и католические епископы России, и католические священники ведут себя, как правило, крайне осторожно. Но прежде всего, церкови, отделившиеся от святого апостола Скворимского престола, они подвергаются именно в силу этого отделения большим опасностям. Это они очень часто становятся на позицию защиты конкретно своего государственного режима, независимо от того, какой он есть. Ну, потому что саму церковь защитить уже некому. Вот и здесь в Москве традиция такая. Ну, к сожалению, сначала лизать сапог ордынскому хану, потом лизать сапог московскому царю, потом советской власти и так далее, и так далее. Украинская греко-католическая церковь, она 40 лет в подполье была. Ни один епископ УГКЦ не пошел на сотрудничество с советской властью. То есть люди были высланы, кто-то сгинул в лагерях и так далее. Да, священники некоторые вынуждены были, но из епископов ни один. Это героическая церковь. Но то, что происходит сейчас в России с московским патриархатом, в том числе и многие мои многолетние знакомые священники, для меня это личная трагедия, когда люди, совершенно бывшие нормальными, вдруг реально становятся полными Z. Говорилось о темном двойнике церкви, об так называемых эгрекорах, о темных сущностях, которые привязываются. Ну, потому что люди-то в церкви-то все равно грешные, да, так же, как вот я там персонально, я понимаю и сознаю свои грехи. Если вот этот самый темный эгрекор захватывает практически власть сначала над князьями церкви, да, то есть над епископами, потом над священниками, но, к сожалению, люди не могут этому противостоять, как выясняется. Очень-очень-очень печальный факт. О Александре Саевича Солженицына в его замечательном романе «В круге первом», там вот где Глеб Нержин, да, которого Солженицын писал самого себя, он сидит на производственном совещании, перед ним, так сказать, распинается один из его там тюремщиков, который, а только что заключенным объявили очередное устражение режима, вот, и там вот мысль, которую высказывает внутри себя Нержин, что на их звериную жестокость и хитрость должна быть звериной. Невозможно победить, сломать стальные челюсти государства в открытой борьбе. Это будет невероятное количество жертв. Нет, только хитрость. Когда нужно, скрывайте. Не высказывайтесь, не подставляйтесь, не подставляйтесь под удары. Вот, ну, а главное все-таки учите детей, потому что то, как им будут отравлять пропагандой в школах, это уже можно себе представить. Научите детей различать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот рано или поздно, ну, все-таки что-то решится. Господь не оставит нас. Вам не кажется, что какие-то религиозные конфликты между условной европейской цивилизацией и исламской цивилизацией угрожают этому миру? Или вы считаете, что просто нет плохих религий, есть плохие люди? Как вы на это смотрите? Ну, официальная позиция католической церкви, что ислам, мусульмане нам в некотором смысле, как двоюродные братья по вере. Но то, что мы видим практически и агрессивную экспансию, и проникновение, и теракты в значительной мере, к сожалению, с участием людей, которые, будем говорить, называют или считают себя мусульманами, это явление достаточно печальное. Я не знаю, насколько это будет конфликт цивилизации, но пока что мы видим конфликт на уровне у людей и группировок. Продолжение следует...